Всем привет, друзья мои! Ну, конечно же, сегодня у нас обзорочка на новый аромат, новая фирма, новая история. Цена распаковка. Поверьте, вам понравится. Начинаем! Всем привет! С вами канал Училка физкультуры в Эмиратах. С нами снова Наташа. Это значит у нас распаковка ароматов сегодня. Боже мой! Боже мой, да! Мы снова были в Джиме Молле. Снова были в новых ароматах. И этот прекрасный вот аромат. Я сделала обзорочку всего двухминутную на моем дзен-канале. Оставлю мой дзен-канал в описании. Так как это был такой небольшой магазинчик, даже не небольшой магазинчик, а маленький киоск, я не стала делать большой ютуб-обзор. Мы там выбрали всего лишь один аромат, поскольку недавно, помните, по ссылочке в описании мы приобрели целых пять ароматов. Ну, просто, к сожалению, не так много денег уже. Поэтому мы выбирали, выбирали из такого количества. Подождите, Наташа сейчас вам все расскажет. Новое имя Ахмед Аль Магриби. Аль Махриби. Аль Махриби. Я думаю, Аль Махриби. Ахмед Аль Махриби. Так, хватит. Новая у нас парфюмерная интересность. Новый прекрасный парфюмерный аромат. Этот бренд создан в Эмиратах. И создан, как мы поняли, из информации на их сайте, которая есть на арабском и на английском языке, в начале, ну или в 2000, или в начале 2000 года. Я тут перевела, ну, с помощью, конечно, гулу-переводчика. И вот, что пишут об этом сами представители о себе. Значит, Ахмед Аль Магриби. Парфумс сначала возникла как хобби ее основателя, господина Халифа Ахмеда. Его страсть к созданию парфюмерии была настолько сильной, что она превратилась в один из самых любимых парфюмерных брендов в регионе. За это более чем 20-летнее путешествие появилось множество новых ароматов. Однако, те, с которых они изначально начали, даже сегодня имеют ключевое значение. Любовь к созданию ароматов расширилась за счет создания ароматов для конкретных случаев. Наши духи производятся в тесном сотрудничестве с местным сообществом. Некоторые люди точно знают, чего хотят. И это помогает нам создавать для них индивидуальные ароматы. Прикольно, да? Только некоторые знают, чего они реально хотят. Кроме того, мы отличаемся от подхода создания духов в следующих моде. Наш подход основывается на культуре и традициях. Мы понимаем, что духи сильно повлияли на арабскую культуру. Например, ут и мускус – ароматы, любимые пророком по арабской традиции. Наш бизнес – это одна семья, работающая вместе. Мы считаем, что это важно для нашей компании, поскольку это помогает нам согласовывать и развивать основные ценности нашего бизнеса. Вот такая короткая интересная история про эту фирму. Значит, выбирали мы, я, долго, нудно. Долго и тщательно. Долго и тщательно. Вот сколько блотеров я использовала. Тут 12 штук. Мне очень нравится, что на блотерах, ну, брендирование есть внизу, и на блотерах есть название ароматов. К сожалению, конечно, не все, которые у них представлены, но тем не менее, вот мне продавец сам писал, какой аромат где. То есть, круто, люди заморочились. Да, люди заморочились, это очень удобно. То есть, отмечаешь, но я себе еще отмечала, чтобы вы понимали, кроме названия, я еще вот писала, если, то есть, я на 4 места наносила и выбрала 4 аромата. Сюда, сюда, сюда и сюда. И вот я еще и подписывала. Правая рука, там, тыл, левое предплечье. Ну и, соответственно, на другую руку. В общем, получили анатомию. Да, в итоге выбор пал, победитель. Сейчас мы объявим победителя. Вы знаете, у него очень необычное имя. Вот этот аромат. Имя Айн. Айн, что значит глаз. Вы знаете, что мы живем в Эмирате Абудаби, в городе Эляйн. Эляйн переводится как город глаз. Наташа часто шутит, когда приезжает. Я уже на базе в городе глазе. Продолжайте в комментах. Этот рэп, Наташа сейчас распакует, пошуршит. Сейчас знаете, что классно? Коробочка просто здоровая. Нам, когда вчера дали коробочку, сейчас сами все увидите. Они любят эти коробки. Вставь коробочку. Не, не, не. Покажи. А вот сам аромат. Видно? Красиво делают. То есть больше, чем... Все, что делается в арабских странах, делается красиво, богато и с пафосом. Ух ты. А вот такой малыш выскочил из коробочки. Не малыш, тут 75 миллилитров. Ну, в коробочке могло их шесть поместиться. Сам флакон и золотая... А ну, открываем. Золотая крышка. Ну, пластик, но прикольный... Ой, блестит, блестит. Красота. Солнце в глаз и крышка тоже. Я хоть вчера его и носила. Покажи бутылочку и вязь покажи еще вот это. Красивая такая. А, да, вот на арабском написано. Айн. Как они говорят, это не айн, а айн. А здесь... Made in UAE, конечно, сделано в Эмиратах. К сожалению, тут не написано на английском. Ну, к сожалению или к счастью, то есть не написано. Только на... Как использовать и сделано в Эмиратах. 75 миллилитров, 44% волею. Что такое волею? Это что? Не знаю. Волью? Не знаю. 44%. Ладно, не будем. Может, алкоголь от 44%? Может быть, кстати, да. Я думаю, что алкоголь от тебя импровизированную салфеточку сделала. Будешь нюхать салфетку. Я сейчас тоже буду нюхать, так что... Отвернись. Это тебе. Благодарю. Не мняка его, не мняка его. По-моему, я в микрофон стукнула, прошу прощения. Эстетски это как? Это вот так вот, да. Хороший аромат, мне нравится. Классный. Ну, вы знаете, я парфюмерию не люблю, но он такой свежий. Что значит не любишь? Ты любишь все. Не такой, не замученный такой, вот как описать. Весенний, цветочный. Как мы любим говорить, где-то мы читали, зеленые нотки присутствуют. Ну, зеленые нотки как зелень. Мне не присутствуют зеленые нотки. Здесь, знаешь, что... Хорошо, перечисли, что здесь, по чему он так далеко стоит. Сейчас я прочитаю официальную часть, но здесь есть ут, который сейчас, конечно, не очень слышен, но мне как-то он пахнет вместе... Не слышен, сейчас ут совершенно не слышен, но он здесь заявлен. И здесь вот есть цветы, цветы и свежесть. Но свежесть это не зеленая от травы, вот от этого свежесть, не зеленая от воздуха, а зеленая от цитрусовых. От цитрусовых. Ну, может, я пока цитрусовые не слышу. Сейчас я прочту, что здесь. Значит, опять же перевод. Что написано на сайте? Аромат завораживает верхними нотами черной смородины. Вот есть немного черная смородина. Хоть иногда черная смородина бывает, она такая ух, и превращается в нечто неприятное. Здесь она не... Вот вчера... Сколько на мне был аромат? Часов пять, наверное. На крышечке их красивый, вензель такой. Да, именно имя. Ахматаль Ахими. Значит, бергамот. То есть здесь смородина не превращается в нечто неприятное, оно дополняет, играет. То есть такое соцветие. Значит, смородина, бергамот и цитрусовые. Вот, цитрусовые. Вот, бергамот, точно бергамот. Вот, бергамот, что меня радует. А, да-да, бергамот, я люблю этот запах. Сердце передает богатые женственные ноты. Белый цветок. Какой белый цветок, не знаю. Ирис, ананас. Вот ананас тоже немного есть такой аромат. Когда, знаешь, такой сок. Терпкий обычно. Ананас не черпкий. Так, мечтательная база мускуса, смол уда и амбры. Амбры. Ну, амбра, не важно. То есть, уд потом откроется. Он действительно так будет красиво, как будто бы вот это все сочетание смородины, легкая-легкая, такие нотки смородины, вот этих цитрусовых, цветы. Да, Леха, главное, чтобы не гадко откроются. Отдыхаются в уде. Ну, такой нежный. Тут цветочки, кстати, и нарисованы. Да, тут цветочки такие. Тут цветочки нарисованы. Наверное, это какую-то подсказочку нам дает. Он симпатичный совершенно. Да, я люблю зеленый цвет. Сколько стоило? Подожди, 100? 141. 141 дирхам стоило. Нет, 131. 135 на сайте, 141. 141? Ну, я вчера платила. О, мерзовцы. Да, 141 дирхам. На сайте на 6 дирхам дешевле, но может там доставка будет платная 10 дирхам. То есть, мы подошли и выбрали. Неизвестно, да, на сайте 135 дирхам. Мы по чеку посмотрим и точно в субтитриках укажем вам. Ну, хорошо. 141 дирхам за 75 миллилитров прекрасного аромата. То есть, он стойкий. Насчет шлейфа вести не знаю. За мной в моле никто не бежал, но там настолько много аромат. Не кричала женщина. Там, когда Наташа стала раскладывать блотеры, шли такие вот женщины, укутанные местной компанией, 4 арабки. Они шли, оглянулись. Укутанные, имеются бабаи. Да. То есть, закрытые, покрытые полностью. Они шли со Старбаксом, с кофе, шли, бросили взгляд на Наташу, на блотеры, на просто такую вот парфюмерию выставили на целой батарее. Подошли. Я скажу, там они купили нехило так. Они покупали бахур. Они покупали бахур для приедания в доме приятного аромата. И покупали они вот какими-то просто пачками. Причем вот так сразу. Да, немеренными порцами. Может, как на подалек. Ну, так, скажем, так звернули увагу. Да, обратили внимание. Даже привыкла в внимание, что она так конкретно как картами блотеры разложилась. А что вообще приятное, что вообще самое приятное. Нам дали еще подарки. Куда ж без подарков. Ой, это так... Это приятно. Когда что-то кладут, какие-то маленькие экземплярчики. Ну, это что же. Тоже наш пакетик вручил. Тоже брендированный пакетик. Да, на пакетике Ахмед Аль-Магриби. Сейчас я достану. Сейчас будем вам показывать. Вот. Вот. Так, что это? Это... Вот это и есть агаровое дерево. Сейчас я его... Это одинаковое. То есть два кусочка здесь даже... Вообще напоминает как салфетку такую влажную, да, которую выдают в самолетах. Но на самом деле это... То есть, что кладется в бахурницу, раскуривается и ароматизируется. То есть, ут – это производное агарового дерева. Насколько я знаю, ут – это на самом деле бактерии болезненные, поражают вот это агаровое дерево. И вот дерево болеет и источает вот эту вот как бы смолу. Ну, а человек уже из всего собирает и делает прекрасные уты. Давай его... Давай будем открывать. И вот и сэмпл еще одного аромата. Тут три миллилитра и называется Маани. Маани. Сейчас мы его тоже понюхаем. Сколько он стоит, когда он... Я посмотрела, я не знаю, сколько миллилитров, наверное, или 75, или 100 миллилитров. Стоит 100 дирхам. 100 дирхам. Да, сейчас сразу скажу вам, это 27 долларов. Почетка знать. Это открываем. Это открываем, да, давай будем открывать, нюхать. Мне интересно, что это. Мусор. Потому что он такой вот плотненький, как будто тут таблеточка какая-то лежит. Да, или таблеточка, или кусочек чего-то. Ну, как бы, не знаю. Сейчас я попытаюсь не сломать ногти. Ну, давай, ты подержишь микрофончик, который сегодня у нас почему-то не прикреплялся к столу. Оно разломалось. Ну, наверное, должна была быть таблеточка, да. А, ну, покажи. О, как пахнет. То есть, видно? Да, как половинка таблетки, как будто сломана. То есть, мы это можем поджечь зажигалкой? Если кто помнит, напоминает гематоген. Оно даже такое мягенькое. А, ну да. Классный аромат, да? Не могу понять, что это. Цветочный. Цветочный. Я вообще сейчас думала, такой будет резкий аромат, как дерево или как уда. Если такое разжечь, наверное, будет приятно. Вы знаете, вкусно. Я понимаю, почему столько набрали. Бушра, кстати, арабское имя девушки. То есть, у нас две бушры. Если бы у нас была такая штучка, чем поджечь, мы бы с удовольствием воскурили. Нет, мы сейчас находимся на территории отеля Redison Blue, где мы тренируемся, поэтому нет. Мы бы здесь не поджигали, наверное. Так, а давай вот этот вот. Да, давай. Понюхаем. Откроем и понюхаем. Тоже интересно. Он всегда. Респект продавцу, что дал нам подарки. Тебе тоже нанесли? Давай на салфеточку. Давай вот сюда вот, ладно. Брызни. Можно? Рискну. Я вообще-то не очень. Сажмя, конечно, салфетки. Давай. И я себе нанесу. Ну, приятный, слушайте. Приятный, приятный. Вот. Ну, приятный... По-моему, какая-то лимонная свежесть. Вы знаете, я вчера два аромата были приятных изначально, а потом они через часа два ушли вот действительно в химическое, нечто неприятное. А сначала изначально были приятные. Это было как бы, ну, обидно. Но я все равно один аромат, я сначала так, цитрус, цитрус пахнет, восприняла так поверх, а мне как мужской какой-то европейский, знаешь? Ну, не знаю, я как бы, в принципе, предпочитаю ароматы унисекс или мужские, такие легкие, мне не очень нравятся. Пусть вся кожа наша свыкнется с ароматом, и тогда попытаемся тут сзади написать базовые ноты, вот, на этом аромате. Так вот, я два аромата, сначала так немножко пренебрежительно подошла к ним. Один называется Уд и Розы, Уд и Роузы, как-то вот, ну, я это уже слышала, как-то вот, на ком-то даже уже слышала. А второй, второй, Ватани, сейчас я нас назову. Ватани, прям как Эльватан Касар, где мы были, смотрели наши видео, смотрите, в описании. Да, Ватани, ну, тоже как-то он очень стал мне резким, сначала Удовым, ну, как-то такое вот, слишком Уд, Уд, неинтересно, как бы, опять же, я такая вся слышала, нюхала. Но потом, через время, я их нанесла на блотеры, и вот, когда мы походили, часа три мы там ходили в магазине, и я подошла еще раз, мы купили ароматы, я попросила продавца, мне еще раз, я уже отмыла, отмыла все, что было до этого, я попросила продавца нанести Уд и Розы. И, когда я приехала уже домой, и, ну, долго, и помыла руки, и все остальное, он действительно, он так долго раскрывался, долго играл, красота была неописуема. А вот до Ватани, он так и остался на блотере, совершенно все ушло, такое непривлекательное изначально, и он показался очень дорогим, богатым. И цены, в принципе, очень адекватные, очень, в принципе, там, 190, но есть что-то и по 300 дирхам, ну, я не могу ошибаться. А есть ароматы по 45 дирхам, 50 дирхам. То есть это не факт, что это плохой или хороший. Хорошая цена и классный подарок. Так. Нет цитрус, хотя я не знаю, если он цитрус. Сначала было лимон, а сейчас такая апельсиновая кожура. Вкусная, не знаю, мне нравится. Может, тоже бергамот здесь есть. Ну, скажем откровенно, мы-то уже все, что здесь написано, читали, но, честно, я ничего не помню. Я не читала, озвучу меня. Ты мне переводила, пытались переводить. А, это здесь дерево кедра? Нет, ты знаешь, мне пахнет, да-да-да, сейчас, по-моему. Кедр. Подожди, 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 мне пахнет, а мне шкурка апельсиновая пахнет. Я же сказала только шоу. Шкурка апельсиновая, я не слышала. Кожура апельсина, да. Кожура апельсина, когда она уже подсыхает. Кожура апельсина, да. Я томить, я, может, не могу так описывать красиво. Значит, что тут? Топовые ноты. Сладкий лайм, блуд оранж. Кровавый апельсин. Кровавый апельсин. Жизнь какая. Потом ягоды можжевельника, я запомнила. Лаванда, герань, шалфей, магнолия, ветивер. Это сердце, начиная с лаванды. Базовые ноты. Уд, вот совсем уда я не слышала. Да, слава богу, я тоже не слышала. Ну, что, слава богу, не надо этого. Ну, не нравится, он жёсткий для меня. Ну, голова у меня болит от него. Так, серая амбра, амброксан, муск, кедровое дерево и патчули. А может, это патчули так тоже. Ну, так не может. Слушайте, интересно. Да, очень, очень свежий. Конечно, я его не буду смывать. После, конечно, можно ещё это... Сейчас на тренировочке она раскроется. Ой, мы вот это вот сами себя и напоролись на своё же высокомерие. Не-не-не, не носите ароматы никуда. Не брызгайтесь на тренировки. Ну, ничего. Ой, у нас такой этот есть освежитель в тренажерном зале. Это просто... Его, когда брызгают, даже чихать начинают. Неприятно, но это не важно. Вот. Ой, подожди. И опять же, особая благодарность за этот бренд. Кто же нам его открыл? Мне его открыл. Опять же, Лена. Олина подписчица. Да, Лена, тебе снова привет и спасибо. Учит нас в жизни, даёт классные лайфхаки. Да, где реально очень бюджетно и очень интересно. Да, и качественный товар. И сказала Наташа, Наташа, ну что ж ты ещё один аромат не понюхала? Кожа называется. А я хотела, я уговорила. Кожа, смотри, лезер, он 52 дирхамов всего лишь стоит, 52. Я говорю, давай, а Наташа так, по-моему, ты сказала, что ты уже понюхала. Ну да, калейдоскопию, у меня уже всё смешалось, конечно. Ну да, вы видели пачку блотеров. У меня тоже всё смешалось. Ой, а Айн, как он вкусно пахнет. Глаз. Аромат глаз. Он пахнет, знаешь, чем-то в варенье, какое-то в варенье, но причём оно фиговое. Фиговое варенье. Фиговое. Главное ударение правильно поставить. Не фиговое, а фиговое. Инжирное варенье, действительно. И ут чувствуется, но он настолько нежен и корректен. Ой, какой красивый аромат. Ну, отлично, я рада. Ну, это точно, поверьте, не последняя наша покупка ароматов, не только арабских. Это не последняя наша распаковка. Ну, нужно гаситься, потому что это всё так хочется, и ты понимаешь, что ты ничего... Ну, за этот год мы купили ароматов, ну, штук 20, наверное. Намного больше, чем за все предыдущие 5 лет, что мы находимся в городе Глазе. А всё почему? От незнания. Потому что один раз я купила один аромат, он мне понравился, действительно. Но он не стойкий, не шлейфовый. Но вот для меня всё-таки это важно. Вот для меня это важно. И он у меня закончился за эти 5 лет, я его использовала. Он мне нравился и нравится, но, конечно, я его уже не куплю. И поэтому от незнания я не хотела в пустую тратить деньги. Вот действительно. Я не... ну, просто вот так вот ныкаться, приходить. Опять же, я не сильно в английском языке, что они мне там рассказывают, что там говорят. Кстати, отзывов особых нету. Да, и, кстати, и отзывов-то. Вот об этом действительно бренде вообще. Ну, есть в Ютубе на английском языке немножко. Ну, как бы... Ну, хотелось бы от наших людей слышать отзывы. Да, просто наш нос это... Одно дело арабы, одно дело англичане. Да, совершенно верно. Поэтому и видно, что они уделяют внимание сайту, потому что он обменяется, обновляется. Есть эта фирма и представлена в Инстаграме, в Фейсболе. А вообще они из Аджмана, да? Да, они базируются в Аджмане, как я поняла. Один из семи Эмиратов. В Эмиратах. Да, и... ну, в магазинах они представлены. Я была удивлена, действительно, потому что я посмотрела, когда вот Лена сказала, я посмотрела, у нас только есть в тех моллах, в которые мы не ездим, поскольку далеко и неудобно. Да, из-за такси надо будет отдать приличное денег, как за один аромат, скажем так. Да, да, по сути, да. Ветер. Смотрите, какой ветер сейчас. Поэтому микрофончик держим так близко. Поэтому, когда мы приехали в первый раз и увидели этот островочек. Островочек почему? Потому что, ну, и очень много их появилось, потому что действительно очень... Киосик какой-то маленький даже. Ну, неважно, неважно. То есть, какая разница? То есть, снисходительно, высокомерно на это смотреть совершенно не стоит. На самом деле, это стоит огромных денег содержать эти магазины, персоналы. Это все очень дорого. Конечно, фирмы пытаются выжить экономик. Упаковочки. А ты показала, какие ручки в этом? Ой, а я еще хочу сказать. Но сам вот этот пакет, мне так нравится, как говорят, крафтовая бумага. На самом деле, оно ничего не сделано. Именно натуральное, очень красивое. Ручки такие шикарные. Ну, все натуральное. Ну, да, как натура. Ну, просто приятно нести в руках. Действительно приятно нести. То есть, он не светит, он не кич такой, не блестит, не приятно. То есть, на самом деле, люди это дело любят, вкладывают деньги в это. И преподносят по-хорошему. Хотя сервис тут в Эмиратах, в принципе, на уровне большом. Но, тем не менее, вот два этих, почему два продавца? Потому что первый продавец, он меня только, мы с ним знакомились с ароматами. Он знакомил, так все, не давил совершенно. А вот купите один, получите там еще, там, я вам дам подарочек, например. Нет, ничего подобного. И даже когда вот подошли, эти женщины начали, он, конечно же, отлегся. Я нюхаю, он отлегся о них. Потом повернулся, извинился, что, извините, пожалуйста, мадам, вы видите клиенты, могу я уделить им внимание? Я говорю, да, конечно. И тем более, я ему сказала, извините, пожалуйста, но я сейчас ничего не буду приобретать. Мне нужно время, чтобы познакомиться с ароматами. И если я захочу, я, ну, понравится, я сделаю свой выбор. Он говорит, конечно, конечно, это ваше право, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Почему? Потому что вот когда мы были, кстати, в Арабио-Нут, да? И когда зашла... Первый арабский, смотрите по ссылочке в описании, наш первый арабский аромат. И вот отношение продавцов к покупателю, да? И тогда мы были первыми, да? Но пришла женщина, не знаю, какая она, то есть другая, там, в арабской одежде. И он переключил всё в своё внимание на неё. И он даже не извинился. То есть тоже такой, знаете? Зато мы видео сняли. Сначала он не хотел. То есть, а второй, когда мы уже подошли покупать, я же смотрю, говорю, Оль, подожди, а это тот же продавец? Нет, то есть они поменялись. Уже первый продавец в этом Ахмеде Аль-Магрибе уже поменялись. Мы говорим, а это не вы были же, правильно, пораньше? Он говорит, нет. У него, видимо, фирменная, всё равно одежда. Он говорит, нет, нет, это был другой. Но, тем не менее, всё, он приятно улыбал, улыбался даже из-под маски. То есть персонал тоже вежливый и приятный. Ну, было приятно. Это много значит. Было приятно. Вот. Вот такая у нас сегодня распаковочка была. Пишите комменты, ставьте лайки. Я не могу надышаться этим ароматом. И с чем рифмуется город глаз? Очень классный. Очень классный. В общем, канал Училка физкультуры в Эмирате. Освечивается. Подписывайтесь на канал. Пишите комменты, ставьте лайки. Спасибо. Спасибо.